Людмила, я из города Киева, мне 22 года. По образованию акушерка, закончила 3-й медицинский колледж, при котором у нас хор. Людочка, поздравляю. Люда, Люда, ты что, не скоро много рядом? Стоп, стоп. На берегозду. Я сейчас успокоюсь, я... Ой, очень просто рада. Четыре зверковых тренера. Ух, как меня трусит. Так что, случилась какая-то история в Радове, после того, как мы туда к вам зашли с радостной новостью? Что там случилось? Ну, сказали, если я прошла в этот проект, значит, с завтрашнего дня я уволена. То есть вас приняли уволиться по собственному желанию? Да, по собственному. Люда, объясните мне, какая взаимосвязь между тем, что вы поете в «Голосе Краины» и работаете акушеркой в отделении патологии беременной? Ну, может, они подумали, что будут просить выходные у них или отпуск. Без тени улыбок на лице мы обращаемся к министру здравоохранения, к министерству и к всем, кто имеет к этому отношение. Пожалуйста, ну, хотелось бы понять, почему участие в вокальном конкурсе для человека, который это делает свободное от работы время, мешает ему работать акушером в роддоме. Какой-то роддом какого города? Номер шесть Киевский. Роддом номер шесть Киевский. Вперше у шоу композиция зіркового тренера. Люда будь-що прагне потрапити в команду Арбеніни. Та чи растопить вона сердце Діани, заспівавши одну з її найвідоміших пісень? Ты дарила мне розы, розы похлеполынью. Знала все мои песни, шевелила губами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде, Никогда не дышала тихонько в трубе. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов, По ночным астратам нарезали круги. Ты любила холодный обжигающий виски И легонько касалась горячих рук. Ты любила холодный обжигающий виски, И легонько касалась горячих рук. И легонько касалась горячих рук. Круто! Добрый вечер. Начну с приветствия все же. Ты как думаешь, что Диана хочет убежать? Может, я хочу еще послужить? Вас как зовут, простите? Мила. Смелый выбор песни, безусловно. Она очень боялась спеть эту песню. Ну, это хорошо, что она не милая. Она немножко не ее песня, по-моему. Да, она может себе больше, намного больше проявить и ярче. Почему вы решили взять эту песню? Я попросил. Сашко! А что ж ты тогда кнопку не нажал? Ну, я же тебе подарок хотел сделать. Ты сделал мне подарок, Саша. Я думаю, что люди как акушер сейчас спроют так, Что они все вчетверно бродят тоже. Включая Пономарева и Пьеху. Я был уверен. Я просто очень люблю играть на гитаре. Я не знала, что вы будете в жюри. Ага. А почему сегодня без гитары-то? Я побоялась, потому что, ну, Я, можно так сказать, на трех блатных, Ну, я бы не смогла сыграть так, как вот... Пацаны сыграли. Как надо. Как она вообще, да, вот как играет. Так она на трех блатных и есть. Значит? Да, это русская народная песня. Сегодня мне почему я не нажала кнопку, Не потому что я сноп там, или ханжа, И вот я считаю, что вы хуже поетесь, чем я. Нет, ни в коем случае. Вы поете по-своему, слава тебе, Господи. Но очень зажато. Я такой была 17 лет назад. И мне понадобилось 17 лет, ребята, Чтобы сесть в это кресло. Вау. Так что стремитесь ко мне, стремитесь. Вау, спасибо. Мне кажется, вы должны себя еще найти все-таки музыкально. Вот. То есть, ну, не было импульса какого-то вообще. Даже ни на секунду не задумался никто, Чтобы нажать кнопку. Потому что, мне кажется, это не ваш жанр абсолютно. Честно. Вы не обижайтесь, у вас музыкальность есть некоторая, да, И голосовые данные есть. Но надо искать свой жанр, искать свои песни, искать свой стиль. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну все, ну все, ну не плачь, ну не плачь, ну все хорошо. Ну все, ну не плачь. Ну все, ну все, ну все, ну мы же слышали, как ты поешь. Ну мы же слышали, что умеешь это делать. Во все нужно искать положительный момент. Приходи к нам в следующий год. Хорошо.